Привет! В советы написал Руслан Поклонский и прислал такую вот схему волжских автобусов и пишет После участия в декабре 2018 года в твоем интерфейсном курсе меня заинтересовала схема челябинских трамваев, которую ты показывал Вдохновившись ею, я прочитал книгу про дизайн транспортных схем Кстати, книга еще в процессе написания, только часть книги пока вышла, так что следите за новыми главами Прочитал книгу про дизайн транспортных схем, ознакомился со всеми схемами на твоем сайте и захотел сделать для своего города схему автобусных маршрутов Выбор пал именно на автобусы, так как их маршруты имеют важное значение для города Для меня это первый подобный опыт, поэтому я был бы очень рад получить из тебя профессиональный комментарий Ну и вот такую показывает схему Руслан Я что могу про нее сказать? Ну, во-первых, она производит очень приятное первое впечатление, она нарисована довольно аккуратно Но при этом, конечно же, есть что здесь и поругать Ну, давайте посмотрим повнимательнее, прям вот по порядку сверху вниз Ну, во-первых, здесь вот в левомерсном углу как-то довольно коряво встал герб и вот эта подпись Тут, видите, он толком не занял угол, эта штука выровнялась как-то не поверху, не понизу, не то, не сё Видимо, она выровнялась по центру герба, а это куда-то тут в подмышку встало А внутри этой штуки в подмышку ещё что-то встало, это про верстку, конечно, а не про дизайн транспортных схем Ну, просто вот эта конструкция очень корявая, и ещё тут слово автобуса оказалось ближе своим правым краем вот к этой штуке Чем здесь вот левое поле даёт отступ до герба Получается, что эта штука, которая вроде как бы должна быть выровнена по левому краю Она реально правым краем уперлась тут к чему-то ближе То есть всё вот это можно было бы чуть-чуть уменьшить Ну, тут коряво стоит Волгоградское водохранилище тоже Тут слева и справа разные отступы, вполне можно было перенести Ещё кажется неоправданным выбор набора заглавными буквами Здесь, если посмотреть на саму схему, тоже вот сверху вниз А, тут ещё какая-то координатная сетка, и вот это всё кажется очень сложным Я думаю, можно было бы как-нибудь тут разделить город на районы Может быть и использовать районы, информативность была бы выше При этом не пришлось бы вводить вот таких вот всяких кодов Ну, здесь, в общем-то, всё нарисовано опрятно Но вот эти конечные, как будто бы ни то ни сё То есть видно, что вы их пытались срисовать у меня, но как-то недосрисовали Но кажется, что в таком случае имело бы смысл уже придумать что-то своё Я в целом, разумеется, не имею ничего против взаимствования каких-то графических приёмов И это нормально Но кажется, что обозначение конечных, которое мы используем на Челябинской схеме Оно слишком специфичное для Челябинской схемы Давайте я вам его покажу Вдруг кто-то не видел И... Ох, что-то всё медленно открывается Ну, давай Челябинск Ну, ладно, пусть оно пока грузится То есть кажется, что это обозначение слишком специфичное для Челябинска И когда заимствуется такое Это уже сразу перестаёт выглядеть как просто использование общепотребительного приёма И, наоборот, становится похоже на просто какое-то такое неоправданное копирование Ну, то есть вот тут, видите, у нас конечные вот так выглядят Если покрупнее посмотреть У них тут такое красивое используется 3D-выпирание Вот, ну а в вашем случае получилось, что вы как бы примерно что-то такое изобразили Но как бы не до конца Это, конечно, выглядит как подделка Лучше так не делать Вроде бы Можно всякие вот эти ЛПК, ЖБИ, ВСО Набрать капителию, чтобы они так сильно тут не торчали И это позволит вам ещё чуть-чуть интерлинияж поджать Вот какое-нибудь пожарное депо Здесь, видите, слово пожарное к своему пеньку Как будто бы стоит чуть ближе, чем слово депо к слову пожарное Если бы их чуть-чуть подтянуть друг к другу Было бы всё это дело лучше Ну, вот подпись ленинская Видимо, это название улицы Вот его-то как раз лучше было бы набрать заглавными Как Волгоградское водохранилище До этого я ещё в своей книге не дошёл Но вообще приём набора прописными Он редко когда годится Но для подписывания именно улицы он очень хорош Потому что они, ну вообще набор заглавными характерен тем Что слово приобретает форму просто прямоугольника Из него ничего никуда не торчит Из-за этого чуть сложнее читать Но зато оно выглядит опрятнее Его проще куда-то вписать И вот для улицы это прям то, что надо Потому что улицы это такие вот как раз вытянутые объекты И можно так их и подписывать Кстати, также можно подписывать Какие-нибудь там линии Если вот у линии было бы какое-нибудь название Таганская Краснопресненская линия Тоже вот чтобы внутрь линии эту подпись впихнуть Самая прекрасная идея это набрать её заглавными буквами Тут пропущен пробел после знака номер Ну в общем тут не уверен я, что стоит прямо рисовать вот так вот кладбище Координатная сетка тут как-то слишком навязчиво у вас Много раз прерывается и потом заново начинается Я бы просто спокойно прервал вот тут за 3 мм до кладбища И продолжил вот тут после слова кладбище собственно Ну и тут бы тоже не рисовал бы её поверх вот этой дороги А просто бы оставил где-то там под этим всем Вот, ну дальше меня смущает вот то как тут оформлены всякие штуки на воде Они слишком детальные и по характеру этих деталей Совсем не соответствуют тому как выглядит основная схема То есть тут какие-то пассажиры прям на кораблике сидят разноцветные Тут вот совершенно ничего подобного нет Обозначены вот этими маяками левая и правая сторона въезда в порт То есть ну прям тут какая-то целая иллюстрация И при этом больше такого нигде нет Опять же если бы это было чем-то поддержано Может какие-то тут парки или ещё какие-то городские важные места Были бы также нарисованы Окей, может быть это бы всё сработало Но сейчас это выглядит просто немножко чужеродно Плюс тут какой-то ещё мост, какая-то ГЭС То есть прям очень много деталей И почему-то ровно вот в этом месте, больше нигде В других местах вы пытаетесь изображать стадионы Тут он кстати выглядит вырытым таким котлованом в земле Какое-то ещё здание Но совершенно в другом стиле, чем вот эта вот штука Тут вот дорога сходит на нет Тоже такой приём из ворд-арта какой-то Выглядит он довольно дешёвым И ну лучше бы от него отказаться Тут с буквой Йо у вас непоследовательность Вы пишите шофёров, посёлок, но пляж на зеленом при этом Лучше бы определиться Причём тут зелёный через Йо, а тут зеленый Надо как-то привести к общему знаменателю Ну симпатично вы здесь показываете направление Как что куда проезжает Правда не очень понятно, что это всё значит А, ну видимо вот есть какой-то второй маршрут, который идёт вот так И второй У, который идёт вот так Да, наверное я разобрался, окей Ну вот тут ещё кажется, что эта стрелка относится ко всему А она относится только вот к этому второму маршруту И когда вот эта стрелка тебя ведёт сюда А тут вдруг настричь какая-то другая Ну, начинаешь теряться всё-таки В какую сторону тут что едет Ещё вот это место меня немножко смущает Но тут с цветами есть проблема Вот эти вот три цвета образуют градиент почти Об этом я, кстати, тоже уже, по-моему, вышли главы в книге Где я пишу о том, почему это не очень удачно Тут глазу становится трудно различать эти линии Но кроме того, у вас получается, что здесь Смотрите, пеньки, которые смотрят в эту сторону Тут влево стрелка, в эту сторону вправо То есть кажется, что это просто остановки по разные стороны дороги То есть вот при правостороннем движении С этой стороны автобусы останавливаются туда А обратно вот здесь И только больничный городок из этого выпадает То есть если какой-то человек смотрит именно на эту часть схемы Он может это неправильно понять А правильное понимание, насколько я могу судить Состоит в том, что Ну, тут вообще на самом деле сложно расшифровать Ой, у меня всё съехало Сложно расшифровать Видимо, имеется в виду, что автобусы Коричневый, бежевый, серый Тут не останавливаются Голубой останавливается при движении в обе стороны Нет, наверное, и голубой, и сиреневый останавливаются только влево Потому что стрелка относится к названию остановки А не к отдельной линии А вот на этой остановке останавливается только серый И бежевый, и коричневый, и голубой, и сиреневый не останавливаются При этом он останавливается только сюда А на этой останавливаются все Видимо в обе стороны Но кроме сиреневого, который сам здесь идёт только в эту сторону То есть, видите, приходится прям какую-то аналитическую работу проделывать Чтобы разобраться, кто же здесь где останавливается Возможно, если тут реально такая сложная ситуация Можно разделить вот эти пучки на два Чтобы в одном были все, которые там останавливаются на каждой остановке А в другом все, которые часть остановок пропускают Или там серый бы отделился Потому что он там только останавливается в одном направлении Короче, как-то вот глазу упростить вот это вот исследование здесь Всех этих вещей Ну тут много приятных отдельных деталей Как вот эти линии сходятся Как вот этот переход нарисован Какие-то там приятные зданица Но при этом вот, к сожалению, всё это одно с другим Не очень дружит по стилю Это вот такое Тут я уже говорил про вот это, что оно другое Вот это с какими-то тенюшками А вот тут тени, например, нету от линии, не падают Тут вот, например, здание ещё и закрашено белым внутри И как бы каждый из них по отдельности выглядит симпатично Но в целом как будто бы не согласованы разные выразительные средства друг с другом Ещё вот это место меня смущает тем, что кажется, что тут какой-то происходит сложный поворот А я предполагаю, я, конечно, не проверял Я предполагаю, что на самом деле вы так сделали просто потому, что у вас вот тут оставалась бы дыра в пучке Если бы эти линии дальше пошли прямо Ну, то есть, если тут на самом деле вот такого вот поворота сильного нет Возможно, стоит подумать, как бы тут всё переорганизовать, пересортировать Чтобы вот эти линии прошли прямо Потому что иначе пассажиры тут могут растеряться Когда у них следующая остановка наступит просто после пары кварталов Что на схеме была какая-то вот такая вот серьёзная перегибистая штуковина Ну, что вам ещё сказать Даже не знаю Вроде всё остальное похоже на то, что мы уже обсудили Либо все те же самые проблемы Либо просто аккуратно сделано и особенно нечего комментировать Ну, вот это всё выглядит очень как-то рыхло Куча пустот Нужно подумать, как это всё переверстать Может быть, какие-то названия остановок стоит перенести на две строчки Чтобы они смотрелись поприятнее И, соответственно, вся эта таблица сверстается в три или в четыре колонки Потому что сейчас видно, что из-за вот этих многочисленных остановок Типа, там, 21 микрорайон или там какие-то аббревиатуры Тут возникают прямо многочисленные дыры Ну и, конечно, вот тут, например, огромная дыра Почему было бы её не использовать для части алфавитного Значит, можно всё это как-то попытаться переверстать покомпактней Ну, не знаю, может быть, что-то ещё мне потом придёт в голову Но общее ощущение примерно такое То есть для первой, как вы пишете, работы это совершенно прекрасно Но есть к чему стремиться дальше Успехов вам в этом И будьте все здоровы